И соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Мы видим, очень ясно Христос говорит, что придет тот день, когда Он явится. И мы читаем с вами в книге и в Евангелии, и в Деянии апостолов, когда Христос возносился, и ученики смотрели туда в небо, и Христос ушел, они продолжают смотреть, и ангелы являются ученикам и говорят, помните, да? Как Он ушел, так Он и придет. А вы идите и исполняйте все то, что Он вам заповедал. Придет тот день, когда, Писание говорит, Христос явится, Он придет. И Библия говорит, придет в славе своей. И здесь сказано, и святые ангелы с Ним. Я не знаю, будет ли это время, будем ли мы здесь на земле, когда придет это время. И Он явится, придет на землю в своей славе вместе с ангелом. Будем ли мы живы, увидим ли, или может быть наши дети это увидят. Но по всем признакам жизни, то, что происходит сегодня в мире, ясно, что очень близко, при дверях. И Он явится, и написано, сядет на престоле славы своей, как царь. Он сядет, как царь. И далее, 32 стих говорит, что соберутся пред Ним все народы. Мне нравится это слово, все народы, или словосочетание все народы. Вот сегодня мы смотрим, такая политическая обстановка, да, если телевидение. Делятся люди по национальному признаку, по народностям. Вот мы русские, а мы украинцы, а мы латыши. И Библия говорит, что пред Ним соберутся все народы. И что Он будет делать? И дальше, когда они все соберутся пред Ним, Он отделит, то есть разделит на две части. И заметьте, мы будем с вами читать, мы так не по национальному признаку. Он говорит, как пастырь отделяет овец от козлов, вот так и Христос одних по правую сторону, а других по левую. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как пастырь отделяет овец от козлов. Может быть есть кто-то в зале, кто участвовал в этой процедуре. Овец от козлов, вот есть брат, он видел, ты наблюдал, да, или сам участвовал еще. Ты сам отделял. А можешь поделиться, вот почему, ну почему будем вместе не находиться? Овцы с козлами, ну дружат там. Почему их нужно отделять? Надо, чтобы вместе были. Почему нужно разделять? Как? Породы разные. Я помню, когда мы ехали как-то в поезде с одним братом, и к нам купе была, и нам попался попутчик один. По национальности казах, и мы так разговаривались, и он был, ну такой казах с высшим образованием, даже два высших образования у него было. Он закончил университет, потом начал институт, потом университет, и он даже преподавал в каком-то институте. Такой образованный мужчина, приятно было с ним общаться. И вот брат, который ехал вместе со мной, он решил ему проповедовать, рассказать о Христе. Я на верхнем ярусе, он внизу, и вот они между собой общаются, и я сверху наблюдаю. И вот брат этот, он рассказывает эту историю этому казаху, говорит, вот придет тот день, когда Бог, он отделит, как пастор отделяет овец от козлов, и козлов поставит по левую сторону, овец по правую. И этот казах так надулся, надулся, и говорит, вежливо так, вы что хотите сказать, что я козел? Ну, обиделся, вышел из купе, и тот, да нет, 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 я не хочу никого сегодня обидеть. Потому что вот в нашем, в нашей среде, в мире, в котором мы живем, вот эти слова козел и овца, это как-то как ругательное какое-то. Как-то какое-то, вот драконом быть, это как-то считается круто. А вот как-то овцой как-то, как-то унижено. И действительно, дьявол извращает такие вещи. Бог говорит здесь, что придет то время, когда все соберутся пред Ним, и Он отделит козлов по левую сторону, овец по правую. Вы знаете, ну, не знаю, как у вас, но когда я вижу овец и козлов, то у меня сразу такое, ну, такое сравнение. Вот овца или овцы, что сразу вам приходит такое на сердце? Она такая, да, такая скромная, такая смиренная, такая, ты ее куда бы ни повел, она так смиренно пойдет, такая какая-то, да? Такой образ кротости, образ смирения. Она ничего такого дурного не скажет. Она даже, ну, как, говорит-то как-то нежно, да? Но когда мы видим козла, гордый, смотрит на тебя, это борода, рога, такой, готов тебя этими рогами, наглый, борзый, такой, или я как-то, или другое сравнение. Или вы других козлов. Такой козел смиренный, нет? Сразу. Вот овцы, это такие животные, они стадные, они, если овца, я вот не видел ни разу, чтобы овца одна гуляла. Вот как-то я не видел такого. То есть их, если даже и держат, то обязательно 2, 3, 4. Они как-то кучкуются. Одна, если овца одна, все, она как будто теряется, она, ей нужно сразу, паника у нее. Прибиться бы там к другим бы. Козел же нет. Он сам по себе. Я наблюдал однажды такую картину, проводили служение в Называйском районе, поселок Первомайский, там сейчас нет уже этой деревни. Вот я наблюдал картину, пасется стадо овец, и козел раз такой из стада вышел, что-то там мекнул, и за ним овцы все пошли. И повел их куда-то. И так одним глазом поглядывает, где пастух. Вот серьезно такую картину. И потом раз пастух встал, и козел сделал вид такой, как будто он не при делах. Я у пастуха спрашиваю, я говорю, Витя, ну правда? А он говорит, так и есть. Это, говорит, хитрое животное. За ним глаз и глаз нужно. Уведет и все, потом проблем не оберешься. Но овцы немножко другие. Они, написано, знают голос пастуха. Они за пастухом. Они за ним следуют. И вот, я вам немножко картину нарисовал. Пастух отделяет овец от козлов. Уже по каким признакам примерно вы увидели, да? И Христос здесь говорит о людях. Он приводит пример, что придет тот день, и будет это разделение. И нет чего-то среднего.